Поездка в Москву стала первой после вынужденного затворничества, связанного с пандемией. Почти три года прославленный коллектив участвовал только в онлайн-конкурсах. Этого оказалось достаточно, чтобы не потерять форму. Жюри, в котором были и солисты-народники, и педагоги музыкальных вузов, и даже специалисты из проекта «Голос», оценили и вокальное мастерство наших ребят, и артистизм. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я очень редко хвалю своих детей. Не знаю, даже плохо-хорошо. Они говорят, не дождешься. А тут я была ими довольна. Знаете, чем еще довольна? Тут даже не знаю, чья заслуга. Я увидела, как красиво они смотрятся на большой сцене. И особенно, конечно, отметили, а где вы взяли столько парней красивых, да еще поющих. Известно, что коллектив исполняет и русские, и украинские, и болгарские песни. Но для конкурса выбрали казачьи, которые никогда не оставляют публику равнодушной. Одну из песен нужно было спеть без аккомпанемента, с чем наши солисты блестяще справились. Поехал казак и на чужбину далеко, на добром коне, на своем вороном. Он край свою родину навеки, с погину ему не вернуться в отеческий дом. Одно дело, когда ты уже выступаешь там, где тебя везде знают, и у тебя есть своя уже аудитория, публика. А другое дело, раскачать публику в незнакомом месте, это абсолютно другой уровень. Это тоже надо уметь делать, зажигать публику. Когда вокруг тебя люди, которые этим заряжены, ты сам перехватываешь эту энергию и заряжаешься ей. Поначалу ребята видят в этих занятиях только хобби, но с годами понимают, что родная песня стала для них чем-то большим, чем просто приятный и полезный досуг. Коллектив для каждого становится вторым домом, родной семьей. И для тех, кто связывает с народным вокалом свою жизнь, и для того, кто выбирает иную профессию. Поначалу я не думал, что я вообще задержусь в родной песне. Думал, год похожу, как на другие всякие занятия, ну и брошу. Но, как оказалось, меня очень затянул коллектив, сама такая атмосфера народной песни. Вот. И, ну, я до сих пор пою. Для Вероники поездка на конкурс стала судьбоносной. Девушка решила поступать в музыкальный колледж. Хотя еще недавно у нее были другие планы. Потому что я поняла то, что музыка действительно, это классно, это мое. А раньше я была другого мнения, мнение меняется, как говорится. Думала то, что музыка — это чисто хобби. Но я поняла то, что я просто живу, я просто не могу без музыки, вот. Без своего любимого коллектива, вот. Они просто замечательные. Бойся, ты бойся, ты меня не бойся, я тебя люблю в роду. Ты не беспокойся, бойся, ты бойся. Ты меня не бойся, я тебя люблю в роду. Ты не беспокойся. После конкурсных выступлений ребят ждал мастер-класс. Не по вокалу, а по актерскому мастерству. Умение воплощать образ, уверенно чувствовать себя на сцене, взаимодействовать с партнером. В конечном счете, все это может сыграть решающую роль. Снова сейчас, не мою покой, Усо мною в лапке черепой. А я череплял, а такой череплял, Ропатящий в рот, от всего кричал. Инна Новикова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания, Юганск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова